Итак, ребята, слушайте передачу «Звёздный мальчик» по сказке Оскару Альдо. Была зимняя студённая ночь. Снег в лесу глубоким слоем лежал на земле и на сучьих деревьев. Мороз проходил по тропинке и справа и слева обламывал веточки. Белочки тёрлись друг от друга мордочками, чтобы согреться, а кролики свернулись калачками в своих норках и не смели высунуть нос. Одним только большим ушастым совом холод был, как видно, по душе. Они вращали своими жёлтыми глазищами и перекликались по лесу. Туй, 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 какая восхитительная погода! У окошка домика, стоявшего на опушке леса, сидела жена дровосека, прислушиваясь громкому крику сов. Муж её ещё не вернулся из лесу, и она беспокоилась, как бы он не замёрз в такую стужу. Но вот она услышала скрип снега и шаги у дверей. Жена поспешно открыла двери, сняла со спины мужа вязанку хвороста и смела снег с его обуви. Ах, как я беспокоилась о тебе! Стужа такая, что птицы замерзают на лету. Ну, входи, входи, скорее обогрейся. Я кое-что нашёл в лесу и принёс тебе, чтобы ты взяла на своё попечение. Что это? Покажи мне, потому что в доме у нас пусто, и права не хватает многого. Возьми, только разворачивай осторожно. Ах, плащ из золотой форчи! Он усеян серебряными звёздами. Я никогда не видала такой красивой вещи. Разверни его и посмотри, что в этом плаще. Неужели в нём что-нибудь такое же красивое? Помоги мне развернуть его. Ай, что это? Милый, да разве у нас нет своих детей, что ты вздумал притащить к нашему очагу подкидыша? Не серди, жена. И послушай лучше, как я его нашёл. Собравший эту вязанку, я возвращался домой. Вдруг с неба покатилась яркая и красивая звезда. Мне показалось, что она упала совсем не вдалеке у маленькой овчарни за ивами. Я сказал себе, а вот и кувшин золота для того, кому удастся его найти. И побежал к овчарне. И что же ты думаешь, жена? Я увидел, что на белом снегу и вправду лежит что-то золотое. Это был вот этот вот плащ, а в нём маленький спящий ребёнок. Если бы я его оставил на снегу, это было бы верно и погибелью для него. Вот я и взял ребёнка с собою. Нашим собственным детям не хватает хлеба. Как же мы будем кормить чужого ребёнка? А кто же о нас позаботится? Кто пропитает нас? Кто согреет нас в такую стужу? И почему ты не закрываешь дверей? Ведь в дом дует холодный ветер, и я зябну. А разве в дом, где царит жестокое сердце, не всегда задувает ветер? Ну вот, 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 вот. Теперь у тебя на глазах слёзы. Я же знал, что у тебя доброе сердце. Ну, давай, давай его сюда. Ну, как он озяг, бедняжка. Мы воспихаем его вместе с нашими детьми и назовём его Звёздным Мальчиком. Звёздным Мальчиком. КОНЕЦ Прошло десять лет. Сегодня снова у воды Я целый час сидел. Горячим светом две звезды Сиёный мне в воде. Какие странные песни сочиняешь ты, Звёздный Мальчик. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так хвалил себя, как это делаешь ты. А разве ты видел кого-нибудь, кто был бы так же красив, как и я? Мой волос, каждый звёздный луч, как солнце, каждый взгляд. Я больше всех себя люблю, пою себя, любя. Разве ты видел у кого-нибудь такое же белое и нежное лицо, Словно оно из слоновой кости? Или глаза, как пиалки, выросшие у прозрачной реки? Или губы, как лепестки красного цветка? Я вот так красив, я так хорош, Румяк, как майский день. Кругом всю землю обойдёшь, Прилекровь с ней нет нигде. Да, это верно, что ты красивей всех детей в деревне, Но тут ещё вовсе нечем гордиться, Ведь доброе сердце тоже кое-что стоит, А этого-то тебе и не хватает. К чему мне оно? Разве оно может прибавить блеск к моим глазам? Или мягкости моим волосам? Ну, если, скажем так, рассуждал мой муж, Ты бы замёрз десять лет тому назад в лесу под Ивой, Ещё не успевший взглянуть на свет Божий. Нет, меня, наверное, нашёл бы кто-нибудь повеселее, Кто не надоедал бы мне своими скучными проповедями. До свидания, пойду поищу себе более весёлых развлечений. Я вот так красив, я так хорош, Ах, кажется, этот мальчик никого не любит, кроме себя. Он часами лежит над колодцем в саду, Любуется своим отражением и смеётся от удовольствия. Не понимаю, почему он растёт таким гордым и злым? Даже зверюшки в лесу прячутся от него в свои норы, Потому что он любит их обижать. Не трогайте меня! Не оставьте меня! Слышишь, кто-то кричит. Это опять, наверное, мальчик затеял какую-нибудь злую шалость. Смотри, смотри, он швыряет камнями какую-то бедную нищенку. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Подойдите сюда, добрая женщина! Не бойтесь! А ты сейчас же перестань швыряться камнями! Что дурного сделала тебе эта бедная женщина, Что ты так обращаешься с нею? Как ты смеешь задавать мне такие вопросы? Я не сын тебе, чтобы исполнять твои приказания. Это верно, что ты мне не сын. Но ведь оказал же я тебе милость, когда нашёл тебя в лесу. Смотри, смотри, ей плохо, бедняжки. Вы, наверное, голодная, добрая женщина. Вот, поешьте, отдохните и успокойтесь. Да благословит вас небо за вашу доброту. Но не сказали ли вы сейчас, Что этот ребёнок был найден в лесу, И не случилось ли это ровно 10 лет тому назад? Да, я нашёл его в лесу. И случилось это ровно 10 лет тому назад. А какие знаки нашли вы на нём? Не было ли у него на шее янтарной цепи? Не было ли на нём плаща из золотой парчи, Расшитой звёздами? Верно! Всё было так, как ты говоришь. Это мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Подойди скорее ко мне, дитя моё, Потому что в поисках за тобой я исходила весь мир. Ты с ума сошла? Я вовсе не твой сын? Ты вся в лохмотьях? Убирайся отсюда, не показывай мне своего лица. Да нет же, нет же, ты и вправду, мой сыночек. Разбойники украли тебя в лесу и бросили тебя умирать. Но я узнала тебя, как только увидела. И знаки твои узнала, плащ из золотой парчи и янтарную цепь. Молю тебя, молю, пойдём со мной, Потому что я исходила весь свет, разыскала и тебя. Да, пойдём со мной, потому что мне нужна твоя любовь. Если ты в самом деле моя мать, То лучше бы тебе было оставаться на дороге, А не ходить сюда и не срамить меня перед всеми. Я думал, что я сын звезды, а не твой сын. Ступай отсюда, я не хочу тебя видеть. Но ведь это твоя мать. Ты должен пожалеть её. О, сын мой, неужели ты не поцелуешь меня на прощание? Я столько перестрадала, разыскивая тебя. Нет, ты слишком безобразна. На тебя страшно смотреть. Я скорее соглашусь поцеловать жабу, чем тебя. Эй, звезды, мальчик, иди играть с нами. Посмотри, какую пушистую белку мы поймали. Иду, иду. А ты убирайся отсюда, Чтоб я больше никогда не видел тебя и твоих жалких лохмотьев. Я так красив, я так хорош, румян, как мальчик, и дед. Мне очень жаль вас, бедная женщина, но мы, право, не виноваты. Ах, жена, посмотри-ка, она исчезла. Я и не заметил, когда она ушла. И я тоже. Наверное, она поспешила скрыться от стыда и горя. Мой волос, каждый звездный луч, Как солнце каждый взгляд, Я больше всех тебя люблю, Пою, тебя любя. А вот и я. Где ваша белка? Давайте-ка ее мне сюда. Смотрите, смотрите, что с ним стало, какой урод. О, какой безобразный. Убирайся отсюда, ты не получишь нашей белки. Мы не позволим тебе играть с нами. Вы с ума сошли? Разве вы не знаете меня? Ты стала с ума сошли, как жаба. Мы не желаем играть с тобой, уйдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Что они такое толкуют? Они просто завидуют моей красоте. Взгляну-ка я в колодец. Он всегда мне говорит правду. Что это? Какой страшный урод смотрит на меня из колодца. Лицо у него, как у жабы, А все тело в чешуйках. Убирайся отсюда! Как ты смел прийти к моему колодцу? Что это? Он тоже машет на меня рукой. Ах, это я, я сам. Красота моя превратилась в безобразие. И один человек теперь не захочет разговаривать с нами. Смотрите, звери, смотрите, птицы. Каким страшным уродом сделался звездный мальчик. Ах, это ему наказание за то, что он жестоко обошелся со своей матерью. Да, я прогнал ее, и в наказание мне послана эта беда. Пойду же искать мою мать по свету, Как она искала меня, И не успокоюсь, пока не найду. А вы, зверюшки лесные, Помогите мне. Крот, крот, ты ходишь всегда под землей. Скажи, не там ли моя мать? Ты выколол мне глаза. Как же я могу знать это? Коноплянка, зеленая коноплянка. Ты летаешь выше самых высоких деревьев. Тебе виден весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери? Ты подрезал мои крылья ради завалы. Как мне теперь летать? Белка, маленькая белка, Скажи мне, где моя мать? Мою мать ты убил. Что ж ты хочешь убить и свою? Вижу я, не будет ни от кого мне помощи. Пойду же я бродить по свету, Пока не найду свою мать И не вымолю у нее прощение. И пошел звездный мальчик Бродить по свету, Плача и зовя свою мать. Когда он проходил деревнями, Дети издевались над ним, Бросали в него камнями, А крестьяне не позволяли ему спать Даже в амбарах. Так он был безобразен. Иногда ему казалось, Что он видит мать впереди на дороге. Он окликал ее и бежал за нею, Пока ноги его не начинали Истекать кровью от острых камней. Но он не мог ее нагнать. А люди, жившие по пути, Уверяли, что не видали ни ее, Ни похожие на нее женщины, И смеялись над ним. Целых три года Бродил звездный мальчик по свету. Однажды вечером он пришел к воротам укрепленного города, Стоявшего у реки. И хотя он очень устал И еле передвигал ноги, Он пытался войти в этот город. Но солдаты, стоявшие на страже, Грубо остановили его. Тебе зачем в город? Я ищу мою мать. Прошу вас, позвольте мне пройти. Может быть, она в этом городе? Да, воистину не обрадуется твоя мать, Когда увидит тебя. Ты ведь безобразней шабы в болоте. Кто же твоя мать, И почему ты ее здесь ищешь? Моя мать такая же несчастная, как и я. Я дурно обошелся с ней. Молю вас, пропустите меня, Чтобы она могла меня простить, если она в этом городе. Вот, ступай оттуда брать. Твоя мать не живет здесь. Убирайся! Нет, слушай, лучше продадим этого безобразного мальчишку в рабство, А на вырученные деньги купим чашу сладкого вина. Ага, да-да, господин, 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 Не нужен ли вам самый безобразный мальчишка, Какой только жил на свете? Да. Мы продадим его за чашу сладкого вина. За чашу сладкого вина. Хорошо. Хорошо. Я покупаю его за эту цену. Ну, если ваша милость не шутит, мы согласны. Мы согласны. Давайте деньги. Давайте деньги. И получайте грозавку. Ну, мальчик, давай сюда ручку. Иди за мной. Зачем вы купили меня? Куда вы меня ведете? У вас злое лицо. Я боюсь вас. Да, бойся. Бойся меня, мальчик. Бойся не исполнить малейшего моего приказания, Потому что лучше бы тебе тогда не родиться на свет. О, горе мне. Я, кажется, попал к злому волшебнику. Ты угадал, мальчик. Я великий волшебник. И нет никого сильнее меня. Ну, ну вот мы и пришли. Видишь этот дом, мальчик? Запомни его хорошенько, чтобы ты мог найти к нему дорогу. А теперь слушай. В лесу, неподалеку от ворот этого города, спрятаны три золотых монеты. Одна из них белого золота, другая желтого золота, а третья червоного золота. Вот сейчас ты должен принести мне монету из белого золота. А если не принесешь, я дам тебе сотню палок. Ну, убирайся поживее, а к закату я буду ждать тебя здесь, у калитки. И смотри же, если не исполнишь моего приказания, плохо тебе будет, потому что ты мой раб. Я купил тебя за чашу сладкого вина. Ну, ступай. Со страхом в сердце вышел звездный мальчик снова из города и углубился в лес, о котором говорил ему волшебник. Но куда бы он ни направлялся, из земли вырастали жесткие терновники с колючими шипами и окружали его со всех сторон. Злая крапива жгла его. Чертополох колол его своими колючками, причиняя ему сильную боль. Он нигде не мог найти монету из белого золота, хотя искал ее с утра до самого вечера. Пошел звездный мальчик обратно, горько плача, потому что знал, какая участь его ожидает. Но когда он дошел до опушки леса, он услышал исчащий жалобный крик. Забыв свое собственное горе, он побежал на крик и увидел зайчика, попавшего в капкан. Звездный мальчик склонился над зайчиком. Он освободил его и сказал... Я ничтожный раб, но тебе хочу дать свободу. Да, ты дал мне свободу. Но чем я отплачу тебе? Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу ее найти. А если я не принесу ее хозяину, он будет меня бить. Пойдем со мною. Я поведу тебя к монете, потому что знаю, где она спрятана. Видишь трещину в этом старом дубе? Засунь-ка туда руку. Вот она! Вот та самая монета, которую я искал целый день. Спасибо тебе, милый заяц, за услугу, которую я оказал тебе. Ты отплатил с избытком. Нет, я просто поступил с тобой так, как ты поступил со мной. А теперь спеши домой, потому что уже скоро ночь. Сжальтесь надо мною, добрые люди! Сжальтесь надо мною, добрые люди! Мальчик, 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 не проходи мимо. Я больной старик. Меня выгнали из города. Я умру с голоду, если мне не подадут милостыню. Отдай мне монету, которую ты держишь в руке. Увы, у меня всего одна монета. Если я не принесу ее хозяину, он будет меня бить. А я умру с голоду, если ты не отдашь ее. Сжалься же надо мною! Хозяин будет бить меня, но все же я останусь жив. Тебе же угрожает смерть. На, возьми монету, бедный человек. Ну что, принес ты монету из белого золота? У меня ее нет. Ах, нет? Так получай же, получай! Теперь я тебя посажу в темницу, а утром ты отправишься снова. И если ты не принесешь мне монеты из желтого золота, я дам тебе 300 палок, и ты останешься моим рабом навеки. И наутро звездный мальчик снова пошел в лес. Целый день он искал монету из желтого золота, но нигде не мог найти ее. На закате он сел и начал плакать. И вдруг к нему подбежал маленький заяц, которого он освободил из капкана. О чем ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу? Я ищу монету из желтого золота. Если я не найду ее, хозяин меня побьет и оставит у себя в неволе. Иди за мной. Наклонись к этой луже, загляни на дно. Ах, заяц! Милый заяц! Там блестит монета! Как мне благодарить тебя? Вот уж второй раз ты меня спасаешь. Но ты ведь тоже спас меня. Побегу скорее домой и отдам ее хозяину. Сжальтесь надо мною, добрые люди! Сжальтесь надо мною, добрые люди! Мальчик, добрый мальчик, не проходи мимо. Дай мне монету, которая у тебя в руке. У меня всего одна монета. И если я не принесу ее хозяину, он оставит меня в неволе навеки. А я умру с голоду, если ты не сжалишься надо мной. Хозяин оставит меня в неволе, но я все же останусь жив. На, возьми и сохрани свою жизнь. Ну, давай скорее монету. У меня ее нет. Ах, нет! Так получай же! Слушай, если ты завтра принесешь мне монету из червонного золота, я отпущу тебя на волю. Если же ты не принесешь ее, то знай, что я убью тебя! И вот в третий раз звездный мальчик побрел в лес. Целый день он искал монету из червонного золота, но нигде не мог ее найти. Вечером он сел и заплакал. И прибежал к нему маленький заяц. Монета червонного золота, которую ты ищешь, находится в пещере у тебя за спиной. Перестань же плакать и радуйся! О, как мне благодарить тебя! Вот уже в третий раз ты являешься ко мне на помощь. Но ты первый жалился надо мной. Побегу скорее домой, потому что теперь хозяин отпустит меня на свободу. Жальтесь надо мною, добрые люди! Мальчик, смилуйся, отдай мне монету. Дважды ты пожалел меня. Не дай же мне теперь умереть от голода. Хозяин сказал, что убьет меня, если я не принесу монету. А если принесу, отпустит меня на волю. Ну что же, твоя нужда горше моей. Возьми монету. Что это? Городские ворота открываются. Из них выходит народ с цветами, с музыкой. Они встречают кого-то. Лучше мне спрятаться, чтобы они не смеялись над моим безобразием. Зачем вы хватаете меня за руки? Зачем вы смеетесь надо мной? Я знаю, что я безобразен. Ты, ты человек, которого мы ждем. Ты будешь управлять нашим городом. Я сын бедной женщины. И зачем вы говорите, что я прекрасен, когда я знаю, что я омерзитель? Поглядись в мой щит. Он гладок, как зеркало. И ты увидишь, что ты прекрасен. Прекрасен. Звездный мальчик погляделся в щит и... О, чудо! Он увидел, что лицо его стало таким же, каким оно было раньше. Красота его вернулась к нему, а в своих глазах он увидел что-то такое, чего там не было раньше. Наш город был заколдован злым волшебником. И нам истори было предсказано, что когда найдется такой человек, который ничего не пожалеет для другого, злые чары рассеются, волшебник исчезнет, и этот человек станет нашим правителем. Нет. Я не достоин этого, потому что отрекся от той, которая меня родила. Я не успокоюсь, пока не найду ее и не узнаю, что она меня простила. Отпустите меня. Я должен странствовать по свету. Я не смею оставаться здесь. Но оглянись вокруг. Оглянись. Может быть, ты увидишь здесь свою мать. Ах, вот она! Вот она стоит в толпе, а рядом с ней старик, которому я отдал монеты. Матушка, 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 не отвергай меня. Мать, я дал тебе горе, дай мне радость. Мать, я тебя оттолкну. Прими дитя свое. Ты не отвечаешь. Попроси ты за меня, бедный старик. Попроси мою мать, чтобы она сказала мне хоть слово. Ты тоже молчишь. Мать, страдание моей высшей силы. Скажи мне слово прощения. Отпусти меня в лес. Встань. Встань. Матушка, что я вижу? Ты меняешься на моих глазах. Ты уже не в лохмотьях. Какая ты красивая. И ты, бедный старик, ты стал сразу здоровым, молодым. Это твой отец, которого ты не оставил в час нужды. Это твоя мать, ноги которой ты оросил слезами. И они обняли его и привели в свой дом. И звездный мальчик стал править городом, который был у реки. Он всем оказывал милость и правосудие, а злого волшебника прогнал. Дровосеку и его жене он послал много богатых даров, и детям их оказал высокие почести. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok